Добрый вечер, это программа Больше чем новости на телеканале Югра. Я Елена Келян. Только в субботнем эфире мы рассказываем больше обычного. Проводим опыты, экспериментируем, анализируем и говорим по душам. Все, чем жила Югра на этой неделе в ближайшие 40 минут. Педагога из Нижневартовска обязали платить по чужим долгам. Причем делают это не теневые структуры, а органы власти. Судебные приставы уже арестовали квартиру и зарплатную карту в Ортовчанке. Многотысячные долги по кредитам дело рук жительницы Московской области. Полной тезки наши землячки. У них даже одна дата рождения. Не заметив такого совпадения, обременение повесили на жительницу Югры. Случай не единичный. Подобные ошибки периодически происходят в российских регионах. Как решать проблему, выяснял наш корреспондент Алексей Шабанов. Елена Борисова работает учителем в одной из школ Нижневартовска и просит не показывать ее лица. Ситуация действительно неприятная. Между тем, в Ортовчанка виновата лишь в том, что ее имя и дата рождения совпали с данными одной подмосковной должницы. О ее существовании Елена узнала несколько лет назад. Однако, когда не отнеслась к чужим кредитам всерьез. В этом году, получается, мне пришло уведомление о проведении государственной регистрации ограничения обременения права на мое жилье. В связи с тем, что гражданка, указанная какая, которая совпадает с моими данными, фамилиями, отчества, даты рождения, должна 4300 рублей. Женщине пришлось прибегнуть за помощью к юристу. Суд арест с квартиры снял, но радость была недолгой. Санкции возобновил другой пристав. А зарплатной картой Елены списали претензионные 4300 рублей. И, скорее всего, на этом не остановятся. По самым скромным подсчетам, долги ее тезки составляют более полумиллиона рублей. Чтобы избежать таких совпадений, судебные приставы рекомендуют предоставлять больше данных о себе. У нас на сегодняшний день уникальная идентификация происходит по ИНН, СНИЛС и паспортным данным. Как такой лайфхак, это на портале государственных услуг внести о себе как можно больше сведений. Это водительское удостоверение, страховое свидетельство о рождении. Это позволит при идентификации вас как гражданина на портале государственных услуг максимально себя убезопасить. Проблему усугубляет то, что исполнительные листы находятся по месту жительства настоящей должницы у подмосковных приставов. Проблематичные некоторые вопросы в работе судебных приставов. Это невозможность дозвониться, очень сложно. Несовершенство и технические проблемы на официальном сайте. Это, конечно, не дает быстроты рассмотрения дел, что негативно на гражданах отражается. Сейчас Елена намерена обратиться в прокуратуру, но это тоже долгий процесс. Женщина даже рассматривает вариант личной встречи с подмосковными приставами. Впрочем, по мнению юристов, вряд ли это будет полезно. Такой визит поможет решить текущие проблемы, но арест вновь наложат по очередному судебному решению. В юридическом сообществе уверены, что кардинально проблему сможет решить грядущая реформа службы судебных приставов. По ней приставы не только получат новые полномочия, но и будут нести персональную ответственность за предпринимаемые действия, что сподвигнет их более детально изучать биографии должников. Алексей Шабанов, Виктория Редькина, Евгений Лоскутников. Специально для программы «Больше, чем новости». Это «Больше, чем новости» смотрите далее в нашей программе. Ролевые игры для мигрантов или как подружить представителей разных национальностей. О том, на каком языке общались и как понимали друг друга, участники Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске расскажет Виктория Редькина. Связь с космосом все прочнее. Действительно ли НЛО видели над Югрой? Кто управлял Гагариным? И правда ли Югру видно с орбиты? Смотрите в эксклюзивном интервью с космонавтом. Домики и пушки для птиц. Расскажем, где пернатым рады. И почему в аэропортов против них заряжают пушки. Павел Желтов, хоть и не птица, но тоже испугался. Нарисованный мир или картинки о главном? Являются ли комиксы искусством? Для кого их рисуют? Подробно о тех, кто читает и создает комиксы в Югре, расскажу вам я, Василий Сысуев. На три дня Югра стала столицей дружбы народов. Хантамансиск впервые принял Всероссийский форум национального единства. Почти тысяча участников, полсотни экспертов, десятки диалоговых площадок и глобальные темы. Как сохранить народные традиции и наладить отношения в межнациональном обществе. К слову, Югру площадкой для такого мероприятия выбрали не случайно. Наш регион лидер России по реализации государственной национальной политики. Югорчане оценивают межнациональные отношения в округе как спокойные. В этом году в регионе утвердили модельную программу укрепления межконфессионального согласия. Именно в Югорской столице в прошлом году прошло заседание Совета по межнациональным отношениям при президенте страны. А на этой неделе в Хантамансиске презентовали лучшие практики по сохранению традиций. Их оценивали эксперты в области культуры, искусства, социологии и других наук. Если вдруг, каким-нибудь случайным образом, не будем это обсуждать, здесь, в этом зале появится гражданин какого-то другого государства, когда он увидит Владимира, Эльдара, Магомеда, Салама, Игоря, Михаила, Светлану, Иосифа, Асламбека, Альбера Хазрата, Вадима и так далее, он сразу поймет, он в России и может не беспокоиться. На сайте фонд президентских грантов размещена информация о том, что автономный округ вошел в топ-10 регионов, подавших в 2019 году наибольшее количество заявок на проекты по направлению укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. 18 проектов. Из них 4 стали победителями. Югра приняла эстафету от Пермского края, и я надеюсь, что этот форум станет ежегодным. И мы уже проговаривали, в том числе и сегодня, с Натальей Владимировной Комаровой, как совместно с Федеральным агентством по делам национальности мы его будем проводить, в том числе и в следующем году. Как подружить татар и русских, рассказать таджикам о культуре, например, азербайджанцев. Именно над этим ломали головы эксперты со всей страны. Универсальный способ все же есть – организовать большой праздник с песнями, танцами и угощениями. Согласитесь, в таких условиях наладить отношения проще. Впрочем, участники форума опознали друг друга не только в радости. Например, форумчане с интересом примеряли на себя роль мигрантов, которые, приехав в Россию, столкнулись с самыми разными задачами и проблемами. О ролевых и других играх, объединяющих народы, расскажет Виктория Редькина. Кости животных, рыб и птиц. Как бы жутко это ни звучало и не выглядело на первый взгляд, но именно такими были игрушки у детей древних югорских кочевников и охотников. Их мастерили из подручных материалов. Например, щучью голову разбирали по косточкам. Так развивали моторику у малышей. Для девочек делали кукол из утиного клюва. В числе любимых забав мальчишек были игры в кости оленя. Они служили и вместо привычных солдатиков, и вместо фигур в шашках. Ставили на пол на определенном расстоянии. И ногами сжимали, и надо было сбить. А если сбил, то забрал уже себе его в карман. Следующий там. И потом, если не сбил, подкатил со стороны. Тот тебя сбивает уже рядом там. Ну, интересная игра была. И много таскали в карманах. В кости играли и тюркско-монгольские народы. Только называли их альчики. Гулькая Шагапова приехала на форум из Уфы за знаниями. Эксперт изучает параллели в игровых культурах Западной Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки. В Югре она нашла новую пищу для размышления и научных работ. По ходу разговора выяснилось, что это косточки оленей. А у нас используются косточки мелкого рогатого скота, овец и коз. Поскольку башкиры – это скотоводы-кочевники в своей традиционной культуре. И поэтому они очень много их сохранили оттуда. Это первое. Второе. Так называемые шашки. У нас такой игры, конечно, нет. А тут вот присутствует такой вариант. И здесь для меня лично материал для раздумий. Потому что нечто подобное существует, допустим, на найской культуре. Наряду с традиционными играми сохраняют и возрождают народные обряды. Так в Югре ежегодно проходят ритуальные медвежьи игрища. Нечто похожее есть и в Иркутской области. Здесь с 2000 года возродили древние йорданские игры. Теперь каждые два года якуты, тувинцы, буряты, монголы и даже японцы с корейцами приезжают к подножью горы Йорд. Три дня проводят шаманские обряды. Мужчины соревнуются в национальных видах спорта, а женщины в красоте. Это событие было очень главным и важным для именно бурятского населения Средневековья. Но, к сожалению, с приходом христианских миссионеров оно закончилось. И вот буквально 12 лет назад наш местный шаман Алеконского района Валентин Хагдаев возродил этот великий фестиваль. Но, в первую очередь, конечно, это большой молебен. И только во вторую очередь это уже игры, скачки, стрельба и так далее. А это уже игра наших реалий. Россия – территория возможностей. Своего рода монополию для мигрантов на форум привезли из Санкт-Петербурга. Она настолько реалистичная, что в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии настольную игру используют как методическое пособие для выездной подготовки. Гостей страны и, возможно, будущих ее граждан так знакомят с законами и возможными сложностями. Здесь все как в жизни – импровизированные паспорта, удостоверения, билеты на самолет и даже трудоустройство. Перед стартом каждый игрок вытягивает карточку, получает имя и историю. В интерактивной игре я превратилась из Виктории Редькиной, гражданки Российской Федерации, в гражданку Таджикистана. И зовут меня Сивара. Как сулит карточка, мне 38 лет, у меня трое детей, мой муж уже три года не появлялся дома и написал мне сообщение, отправил его по СМС. Здесь сказано, что теперь я одна и только от меня зависит будущее наших детей. Вот такая вот игровая карточка. Как сложится жизнь Сивары с Таджикистана и меня, Виктории Редькиной, на игровом поле, сейчас узнаем. Как и в реальной жизни героев, настольные игры ждут сложности выбора и шероховатости в оформлении документов. Но главная задача всех игроков – прожить импровизированный год на карте, не попасть в руки мошенников и не угодить в тюрьму, заработать деньги и вернуться на родину. Это карточки документов основных, это миграционная карта, это патентная работа и так далее. Причем, что интересно, что они есть и фальшивые, и настоящие. Потому что в реальной жизни человека могут обмануть посредники, выдать ему фальшивые документы. Причем человек об этом узнает, какие проверки документов. Я тоже сталкивался в работе с трудовыми мигрантами. И, в принципе, вижу то, что здесь очень много учтено моментов. Хоть до спецприемника, вот я здесь вижу, до работы, до вопросов трудоустройства, помочь ли земляку и так далее. Ну, то есть, отражено достаточно подробное. Так, древние и современные игры не только позволяют представителям разных народов сохранять свои традиции, но и полноценно общаться. Почти тысяча участников со всех уголков страны на Всероссийском форуме говорили на одном языке. Языке культуры. Виктория Редькина, Александр Шулдиков. Специально для программы «Больше чем новости». Югра – один из самых многонациональных регионов России. Здесь проживают представители 124 национальностей. Больше всего в округе русских почти миллион. Но так было не всегда. 12 веком датируются первые упоминания о Северной земле в летописях Древней Руси. Тогда Югра полностью принадлежала северным народам – хантам, манси и лесным ненцам. Сейчас представители коренных народов Севера – 31,5 тысячи человек. Две трети из них – ханты. В пору освоения югорских недр в Югру приехали специалисты со всего Советского Союза. В основном из тех республик, где добывали нефть – это Азербайджан, Башкирия, Татарстан. Сейчас в Югре живут потомки первопроходцев – 26 тысяч азербайджанцев, 35,5 тысяч башкир, почти 110 тысяч татар. А еще югорчанами себя считают украинцы, белорусы, лесгины, марийцы, таджики, армяне, коми, немцы и гагаузы. Меньше всего в нашем округе лакцев, чуть больше тысячи – это народ из Нагорного Дагестана. Жители Хантамансиска считают дни без цивилизации. Еще весной – сразу 25 домов, а это почти 500 квартир, остались без голубого топлива. Некоторые всего на несколько дней, другие – на несколько месяцев. Жильцы забили тревогу и обратились в общероссийский народный фронт. Правда, когда активисты стали разбираться, оказалось, что основания перекрыть газ были. Помните те страшные взрывы в Магнитогорске, Красноярске, Владимирской области, где одна стена, а где перекрытие целого подъезда обрушились в результате взрыва газа? Опасаясь повторения, югорчанам и перекрыли газопровод. Что делать, чтобы не случилась трагедия? И есть ли выход из ситуации, разбиралась Милана Поварницына. На два месяца Ирина Михеева почувствовала себя заложницей в собственной квартире. Газ вдруг отключили, ни воду вскипятить, ни еду приготовить. Виной всему отсутствие вытяжной вентиляции. Вытяжка есть, тому подключают. А у кого вытяжки нету, тому не подключают. Экстренно принимать меры, делать вытяжку пришлось и остальным жильцам, которые хотели вернуть в квартиры голубое топливо. К тому же, все это время они обходились электроплиткой, что небезопасно. Электропроводка старая, в деревянном доме легко мог вспыхнуть пожар. Дырку в стене делали, делали вот эту вытяжку. И все, вот когда мы ее поставили, мы все собрались подъездом, кто поставил. Позвонили им, они приехали, нам всем вот снизу всем подключили, и нам наверху всем подключили, и сразу все включили. Как проверили, что мы поставили, сразу включили. А до этого никого не волновало, что нет вытяжки? Нет. В силу вступили новые правила, которыми и руководствуются газовики. Проверки теперь проводят не раз в три года, а каждый год. И отсутствие вентиляции, когда не удаляются продукты сгорания, или тяги в вентиляционных каналах – повод для службы приостановить подачу газа. Много взрывов на квартирных домах. Участились проверки со стороны МЧС, со стороны прокуратуры и так далее. То есть там особое внимание стали обращать на вентиляцию, потому что это одна из серьезных мер по недопущению чрезвычайной ситуации. Отсутствие в этой вентиляции в одной квартире может повлечь в чрезвычайную ситуацию, которая разрушит весь дом. Чтобы такого не произошло, газ отключили. Правда, это приобрело массовый характер. Без газоснабжения в окружной столице на тот момент остались 25 домов, почти 500 квартир. У нас есть газ, те, которые закрыли шахты, тем отключили. В большинстве случаев достаточно было просто прочистить вентиляционные шахты, чего не делали очень давно. Но позаботиться об этом должны были сами жильцы. Оказалось, дома находятся в непосредственном управлении собственников, о чем многие из них были не в курсе и даже не знают, что это такое. А это значит, что у них нет управляющей компании. Они должны сами заключать договоры на обслуживание дома. Ну как мы сами управляем домом? Нет, конечно. У нас же все равно есть организация, куда мы платим деньги. Нет. На жильцов слишком большая ответственность теперь упала. Да, они должны отвечать за свой жилищный фонд, но с точки зрения управления этим жилфондом, они оказались в ситуации брошенных людей. Наши органы власти и наши управляющие компании, которые взаимодействуют с этими жильцами, они должны в первую очередь тоже сами подсказывать. Но решили обойтись без подсказок, принять меры кардинальные. Администрация назначила МПЖКУ управляющей компанией. Теперь она будет нести ответственность за содержание многострадальных деревяшек. В данном случае жильцов не спросили, но возможно это и к лучшему. Кстати, газ уже почти везде дали. Только в 30 квартирах до сих пор не могут выполнить простые требования и сделать естественную вентиляцию. Милана Поварницына, Юрий Гурев. Специально для программы «Больше чем новости». Яркие огни Ханты-Мансиска приманили известного космонавта. Окружную столицу посетил герой России, летчик-космонавт Александр Самокутяев. Отделение Русского географического общества и библиотека для детей пригласили космонавта рассказать школьникам Югры о необычной профессии. Александр Самокутяев дважды выходил в открытый космос, был командиром первого российского пилотируемого корабля, у которого есть не просто серия и номер, а собственное имя Гагарин. Зачем космонавты берут с собой на орбиту мягкие игрушки и как будут развивать отечественную космонавтику в нашей рубрике «Гвоздь программы». Александр Михайлович, ну что, приветствуем вас на Югорской земле. Насколько знаю, вы первый раз в этих краях. Это действительно первый раз, в самом деле. Я давно об этом думал, когда, наконец, мне повезет побывать здесь. И вот просто болью судьб я здесь, и я счастлив. А почему вам так хотелось побывать в Югре? Если посмотреть из космоса, то я всегда, вот на фоне небольшого количества городов в Сибири, я различал яркие-яркие огни. И я, наконец-то, их увидел здесь воочию. Вот, вот что это такое, которое видно так далеко. А когда начался ваш путь к звездам? Вы, наверное, как и многие тогда, мечтали стать космонавтом. У нас игры-то все детские были в Гагарина, в ракету и так далее. Мы знали всех космонавтов. Конечно, мы все хотели быть космонавтами. Но, наверное, в тот период это было не то, что модно, это было просто... оно в крови было. А хотел я стать летчиком. Я им стал. Александр Михайлович, к своему первому полету вышли 8 лет. Кажется, это так долго, очень долго. Ну, 8 лет подготовки к космическому полету, я вам скажу, это достаточно быстро. То есть, я скажу, что мне повезло, наверное, что всего лишь 8 лет. Потому что у нас средний период подготовки к полету на тот период был, ну, не менее 10 лет. Но сейчас чуть-чуть мы поэнергичнее стали. Но это все зависит от интенсивности полетов. Вот, они у нас не так часто. Я читала, что главной целью вашей полугодовой командировки было служение человечеству. Вот именно так это звучало. Полет на Юрии Гагарине действительно это эпохальное событие. Ну, во-первых, он был приурочен к 50-летию полета первого космонавта планеты. Во-вторых, что немаловажно, впервые было кораблю дано имя собственное. Как правило, кораблям присваиваются номерные какие-то обозначения. Их несколько вариантов. Ну, в данном случае корабль носил имя Юрия Гагарина, которым мне довелось лететь. И лететь в первый раз в качестве командира этого корабля. А можете поподробнее рассказать об экспериментах? Как всегда интересно узнать, что делают в космосе. Основная цель и задача пилотируемых полетов – это выполнение многочисленного ряда научных экспериментов. Их действительно много. Каждый экипаж, летящий на МКС в наше время, выполняет порядка 50, чуть больше, чуть меньше экспериментов. Много мы проводим наблюдений земной поверхности в целых экологической безопасности, предупреждения различных катаклизмов. Много, очень большое количество экспериментов, так сказать, на изучение человека и влияние на организм человека неблагоприятных факторов космических полетов. То это позволяет ученым накопить определенный опыт, ученым-медикам, для того, чтобы потом перспективовать дальние полеты к дальним планетам. Не могу не спросить, что вы чувствовали, выходя в открытый космос. Можете описать? Выход в открытый космос – это вершина деятельности космонавта, астронавта любого. Каждый всегда стремится, чтобы ему досталось, как говорится, вот это исследование или выполнение каких-то работ на поверхности станции. К сожалению, не всем это достается. Но вот мне в обоих полетах повезло, и я выполнил эти выходы. Это не такое событие неординарное, и оно действительно очень впечатляющее. Очень впечатляющее. Александр Михайлович, а вот интересно, есть ли у вас какой-либо талисман, который вы берете с собой в космос? Ну, обычно у космонавтов талисман один – это так называемый индикатор невесомости, который экипаж вывешивает над приборной панелью во время старта ракеты-носителя. Он действительно забавный. Это, как правило, игрушка какая-то детская, небольшого размера, как правило, наплюшивая, чтобы не стукалось, не повредило там ничего. И после того, как происходит отделение третьей ступени от корабля, и корабль становится спутником Земли искусственным, то этот индикатор всплывает и показывает экипажу маленькую радость, что наступила невесомость, и выведение на орбиту Земли прошло успешно. И напоследок, Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста, какая работа сейчас ведется, и какие вообще есть планы по развитию отечественной космонавтики? В перспективе у нас есть план создания своей национальной станции, российской чисто, которая, скорее всего, будет выполнять полеты уже над всей территорией России. Ну и, разумеется, освоение Марса и Луны, это тоже входит в перспективу ближайшего будущего нашей отечественной космонавтики. Над Югрой кружил неопознанный летающий объект. Такую информацию растиражировали сразу несколько изданий, ссылаясь на сообщество типичных ханты-мансиск в соцсети ВКонтакте. Следы гостей внеземной цивилизации заметили жители окружной столицы. Очевидцы утверждают, что запечатлели на фото визит пришельцев. Правда, отчетливо разобрать, что изображено на снимке, сложно. Но автор сообщает, что нечто странное зависло в темном небе над стеллой первооткрывателем земли Югорской и светилось разноцветными огнями. Подписчики, в свою очередь, предположили, что автор поста мог видеть метеозонд, спутник, космический мусор или, например, самолет от Р-72. Несмотря на сомнения, ханты-мансисцы были рады новости о пришельцах, а кое-кто даже готов был заплатить, чтобы улететь вместе с ними. Звезды становятся ближе, по крайней мере, для сургутских школьников. В девятой школе со дня на день ждут открытие планетария. Он станет частью Большого кабинета астрономии, который накануне посещала Наталья Комарова. Светящиеся, говорящие, двигающиеся гаджеты для космических уроков закупили в Казанском центре образовательных технологий Зорница. К слову, это уже второй планетарий в Сургуте. Первый появился не так давно в технологической школе и открыт для всех. Новый планетарий появится практически на другом конце города. Возможно, тоже станет местом притяжения для детей микрорайона железнодорожников. Это будет реальное представление ребенка в космосе. Планетарий позволит почувствовать то космическое пространство, которое есть на самом деле. Так как не каждому суждено стать космонавтом, но увидеть звезды и попробовать даже их потрогать, мы такую возможность ребятам предоставим. В преддверии холодов в Белоярском районе озаботились комфортом птиц. Сотрудники природного парка Нунто вместе со школьниками развесили на деревьях совятники, гагалятники и синичники. Если одним словом, то все это дуплянки. Среди всех этих экзотических названий самое привычное ухо – скворечник. Собственно, это обычные домики для птиц. Сделали их школьники, воодушевившись лозунгом «каждому скворцу по дворцу». Для птичьих зодчих устроили конкурс, чтобы было веселее. В итоге получилось четыре десятка оригинальных поделок, пригодных для птичьего быта. Предполагается, что пичуги за зиму привыкнут к новым апартаментам, а весной совьют там гнезда. В парках или под собственным окошком мы рады птицам, но есть и территории, где пернатым не место. Речь идет об аэропортах, их в Югре, к слову, девять. Не так давно там закончилась проверка. Транспортная прокуратура решила посмотреть, как на этих объектах организовано орнитологическое обеспечение полетов. Это официальное название службы, которая разводит потоки птиц и самолетов. Дело в том, что такая встреча может оказаться последней не только для пернатых. Проверку решили провести после той уже легендарной посадки на кукурузном поле. Оба двигателя самолета замолчали после встречи с птичьей стаей. Про невероятную удачу и мастерство экипажа теперь знает вся страна. Между тем, это не такой уж и редкий случай. По данным Международной организации гражданской авиации, ежегодно регистрируют примерно 5,5 тысяч таких столкновений. В большинстве из них страдают сами птицы. Но бывает и так, что неосторожность чайки или вороны приводит к гибели людей. Потому отпугнуть птиц с территории аэропорта жизненно необходимо. Павел Желтов посмотрел, как это делают. Птица попала в турбину. Птица. Ворона. В фильме сказки все закончилось хорошо. Колдовство разрушили, самолет сел. В реальности тоже не каждая встреча самолета с птицей заканчивается трагедией. Во многом исход зависит от мастерства пилотов. Житель Ханты-Мансийска Юрий Гурьев хорошо запомнил, как при взлете из Белоярского воздухозаборник двигателя Ан-24 залетела ворона. Видел, как лопасти одного из моторов перестали крутиться. Пилоты ничего объявлять не стали, а просто аккуратно развернулись на оставшемся двигателе. Были неприятные ощущения, когда увидел остановившийся двигатель. Холодок по спине. Я немножко интересуюсь авиацией и знал, что самолеты семейства Антоновых и на одном двигателе летали не в таких ситуациях. Летчики молодцы, не запаниковали, сделали все правильно. В среднем за год в югорских аэропортах регистрируют до пяти столкновений с птицами. Чаще всего с воронами, реже с совами. Чтобы птицы добровольно покинули запретную для них территорию, придумали целый набор приспособлений. Требования об оснащении аэропортов отпугивающими средствами птиц в федеральном законодательстве как таковы не прописаны. Есть общие требования, которые возлагают обязанности на оператора аэродромов обеспечивать орнитологическое обеспечение полетов. То есть, чтобы птицы на летном поле поменьше появлялись. Для этого аэропорты закупают соответствующее оборудование, которое препятствует появлению этих птиц на поле. Одним из самых громких приспособлений, которые призваны не допустить птиц на взлетно-посадочную полосу, является как раз вот такая пушка. Вот только что было слышно, как она работает, а вот в принципе ее работы согласился объяснить старший инженер аэродромной службы Андрей Толстогузов. Пропановый отпугиватель работает от пропана, имитирует высшую ружья, там камера сгорания. Достаточно эффективное средство в радиусе порядка 50 метров отпугивает значительное количество птиц. По территории аэропорта расставили три таких пугача. Говорят, хватает. Впрочем, газовыми самопалами технические средства орнитологического обеспечения не заканчиваются. Площадь аэродрома Югорской столицы почти две с половиной сотни гектаров. Из соображений безопасности птиц здесь не должно быть вовсе. Чтобы их распугать, используют не только такие вот громкие пушки, но и инструменты самих птиц. Звуки тревоги различных стай записывают, а потом транслируют с помощью вот таких биоакустических установок. Для орнитологического обеспечения полетов работники аэропорта идут на разные ухищрения и используют инстинкты птиц. Например, инстинкт самосохранения. Многие птицы боятся вот таких больших глаз, которые еще и от ветра шевелятся всячески. Наверное, напоминает глаза хищников. Ну а для тех, кто к таким желтым шарам уже привык, придумали и другие вещи. Да, это паритель, имитирующий парение хищной птицы. Мелкие птички очень боятся этого парителя. Очень похоже получается по парению, по звуку хлопающих крыльев. Впрочем, совсем не пустить птиц на территорию аэропорта не всегда получается. Так в Ханты-Мансийске в июне случился инцидент. Мелкая птица врезалась в обтекатель самолета. Поэтому работники аэродромной службы не гнушаются, что называется, в ручном режиме пугать пернатых. Особенно, когда аэродром готовится принять борт. Ездят по полосам и сигналят. Видите, как справа летает? Да, да, видим. Что-то делать нужно с ним? Хищники хоть не летут. Они нам помогают. Мелких птичек отгоняют. Наряду с современными технологиями в аэропортах страны продолжают использовать старые, добрые, проверенные временем пугало-огородные. Шутки шутками. Однако работники аэропортов говорят, что именно благодаря совокупности всех средств удается избежать серьезных аварий. В Ханты-Мансейской гавани катастроф, связанных с птицами, не зарегистрировано ни одной. Павел Желтов, Лев Рыжков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансейск. Художница из Югры стала автором памятника бездомным животным в Москве. Бронзовый арт-объект, который теперь украшает парк-музион, совсем небольшой. Собака на нем практически в реальную величину. На создание эскиза, а затем итоговой скульптуры ушел месяц. Автор работы Наталья Сысенко жила в Советском, окончила Югорское художественное училище, а затем в 2005 году поступила в Российскую академию живописи в вояне из отчества Ильи Глазунова. Сегодня Наталья живет и работает в Москве. Работу Югорченки выбрали жители города. В ГУМе выставили 10 лучших эскизов, а посетители торгового центра проголосовали за понравившийся. Я решила сделать такой символ, как в бездомности выброшенный человеком какую-то ненужную вещь. И как связала это вот так все вместе. Вот, и то есть в этот башмачок, по идее, должна была бросаться монетка, ну и собираться средства для лечения, заботи вот о бездомных животных. Меж тем, зоозащитники хотят, чтобы у бродяжек в Ханты-Мансийске появился свой дом. В соцсетях опубликовали видеообращение. По их мнению, в городе сложилась критическая ситуация с бездомными животными, а местные власти не справляются. Единственный выход – это строительство приюта. Разговоры о нем идут уже давно. Почему существующих ресурсов недостаточно? Кто помогает ставшим ненужными животным? И готовы ли власти пойти навстречу активистам? Ответы на вопросы искала Милана Поварницына. Глазки открыли кошки, у них растут зубки, и они вовсюм начинают бегать. Пока совсем не твердые шаги, но их бы не было, если б не волонтеры. Месяц назад щенков оставили умирать на улице. Когда они попали в руки Светланы и Алексея, это был их второй, максимум третий день жизни. Щенок по кличке Малыш тоже для кого-то стал обузой, едва родившись. Долго жил на улице, в конце концов, беспризорная жизнь закончилась трагедией. Он попал под машину. Его доставили к ветеринарам с переломом лапы в семи местах. Ветеринара на мою собрали, никаких дефектов с лапой не будет, и он очень-очень-очень сильно ищет дом. Просто вот в кратчайшие сроки, потому что нашелся добрый человек, который оплатил операцию и помогал с его восстановлением. Но, к сожалению, в его семье началась аллергия. Подобных историй не счесть. В Ханты-Мансийске только в сентябре на улице оказались около ста котят и почти 90 щенков. Это не считая взрослых. Добровольцы спасают кого могут, берут на передержку, ищут дом. Других отвозят на полигон. Это пункт передержки, только муниципальный. Правда, срок пребывания питомца максимум полгода. Дальше, если хозяева не найдутся, его усыпят. Да и число мест ограничено. Всего 20 вольеров, где находится почти 60 четвероногих. Между тем, норма, по словам волонтеров, две собаки на одно помещение. Бездомным кошкам в окружной столице повезло больше. Они могут попасть в Котофеню. Это альтернатива приюту, где более чем вольготные условия. А за одним это своеобразная витрина для кошек. У нас можно прийти, выбрать котика, забрать. Мы отдаем по договору и за благотворительный взнос в копилку Ковчега. Рассказываем все условия какие-то, если есть особенности у котиков. Записываем данные новых хозяев, даем свои данные. Мы со многими хозяевами, которые уже забрали у нас котиков, на связи. Как правило, в Котофене обитают 10 кошек. Приютить еще больше пушистых друзей можно, но нужны финансы и ресурсы. Получается, тех сил, которые есть в городе, чтобы справиться с ситуацией с бездомными животными, явно недостаточно. Поэтому добровольцы уже давно вынашивают идею строительства приюта. Да, мы там определились с двумя участками, показали им. И вот они должны свое окончательное слово сказать 11 числа. Земля – это своего рода отправная точка, которая позволит нам с нашими инициативами уже выходить к определенному кругу инвесторов, в том числе и горожан, которые активно нас поддерживают. Мы понимаем, что и здесь готовы будем принять любого рода помощь, и физическую, и материальную. Между тем волонтеры начали собирать подписи горожан. Идею будущей стройки поддержали уже больше тысячи человек. Ну дай бог, конечно, чтобы у нас это решилась проблема. Как бы по сравнению с теми годами собак и кошек стало намного меньше в городе. Люди, к сожалению, становятся все более и более безответственными по отношению к братьям нашим меньшим. Но хотя бы частично, я думаю, это решит проблему. На его базе будут реализовывать около 20 социальных программ. А тем временем, возможно, в полную силу заработает принятый Госдумой закон о защите животных. Пока что в нем много белых пятен и спорных моментов. Не прописаны штрафы за нарушения. К примеру, когда владельцы выбрасывают питомцев. Ведь приюты, по сути, хоть и борьба, но со следствием. А нужно устранять причину. Милана Поварницына, Юрий Гурьев, Леонид Чемляков. Телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Невыдуманные проблемы плюс фантазия художника. Так создаются графические новеллы или романы в картинках. Комиксы – простой способ донести мысль до читателя. Этим пользуются не только на Западе. Еще советская власть так продвигала социалистические идеи. Яркие образы и минимум слов запускают воображение. Процесс покруче всякого кино. Мой первый комикс в журнале «Мурзилка». «Югра» приняла всероссийский комикс-марафон. Фанаты этого жанра приехали, чтобы доказать, что комиксы – не просто глупые картинки, а полноценный жанр современного искусства. В нарисованный мир погрузился Василий Сысоев. Ханты-Мансийск. Наши дни. Окружная государственная библиотека. Комикс-марафон. Лекция. Литература не имеет никакого значения. Живопись, графика, скульптура, театр не имеет ни малейшего значения вообще. Значения имеем мы, наша судьба, наша страна, наш мир, который мы создаем. Если вам нравятся комиксы, если это часть вашего мира, читайте, исследуйте, говорите о них, что угодно. Часто о комиксах можно услышать такое. Это чуждо русскому человеку. Цветные картинки – это несерьезно. Комиксы для детей. Александр Кунин приехал в Ханты-Мансийск, чтобы доказать обратное. Он основатель и руководитель первой в России библиотеки комиксов, коллекционер, организатор фестивалей. Графические новеллы стали для него делом жизни. Он даже написал диссертацию об их истории. Обнаружил, что прототипы комиксов появились в России еще до Петра Первого. Поэтому комиксы – это не калька с запада, а исконно русский вид искусства. Рисованные истории – это язык повествования. И мы к нему готовы, поскольку у нас есть телевидение, у нас есть мультипликация, кино. Но это все продолжение рисованной истории. Хотя это все разные виды искусства. Поэтому я считаю, что нормально все. Это все наше. А вот Андрей Дроздов может доказать, что комиксы – это серьезно. Он работает в смарт-библиотеке Анны Ахматовой в Москве. Сейчас его команда закончила графический роман, посвященный этой русской поэтессе. Шесть биографических историй и жизни – иконы русской литературы. Жизнь, война, любовь, испытания. По словам авторов, роман может показать тем, кто не любит комиксы, что история в картниках может поднимать взрослые темы. Идею мы, конечно, придумали для того, чтобы поддержать юбилей Ахматовой, который исполнилось в этом году 130 лет. И выбрали формат графического романа, чтобы быть ближе чуть-чуть к подросткам. Но этот формат рассчитан не только на подростков. Поэтому для меня нет никаких разночтений в комиксе Ахматовой в серьезности. Для меня это одна история. Галахат – рыцарь круглого стола, испил святого Грааля, который дал ему силу святого и вечную жизнь. Переродившись, герой оказался в темных владениях демониции, где взял себе имя Куба и дал клятву о том, что он убьет всех демонов. Такова предыстория главного персонажа комикса, который рисует сургутянин Никита Терсенев. Он и художник, и издатель в одном лице. Начал рисовать комиксы еще в школе. Сначала для детей, потом для более взрослой публики. Могу даже в группе прослеживать аудиторию свою. У меня больше аудитория – это от 18 до 20 и от 30 до 35. И наоборот, я считаю, что комиксы – это для молодежи, для тех, которые уже созрели и могут рассуждать сами. Никита признается, что вначале черпал вдохновение у западных изданий типа Marvel, но со временем выработал свой стиль. По словам молодого художника, в комиксах есть такие изобразительные инструменты, каких нет ни в одном другом виде искусства. И еще есть такие кадры, которые прыгают на персонажа, то есть взаимодействуют с персонажа. Ну, не на персонажа, а на читателя. Эти кадры взаимодействуют с читателем и дается впечатление, как будто ты там находишься с главными героями. Еще один узнаваемый элемент комиксов – это надписи. С их помощью можно обозначить место действия и познакомить с героями. Еще они передают звуки. И выглядит это примерно вот так. Являются ли комиксы искусством? Да, отвечают участники марафона. Причем очень популярным. По графическим новеллам снимают фильмы, анимацию, сериалы. И Югра чувствует этот глобальный тренд. Марафон показал, что в регионе есть как любители комиксов, так и создатели. Для них это не просто красивые картинки про супергероев, а полноценный жанр. Порой детский, порой серьезный и взрослый, но настоящий. Василий Сысуев, Леонид Чемляков, Дмитрий Макаров. Специально для программы «Больше чем новости». Такое невыдуманное, а самое настоящее была еще одна неделя в Югре. В следующую субботу мы расскажем новые истории жизни югорчан. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok